всем привет с вами ted и вы наверное думаете почему мы видим на экране зергов и мы зашли на видео по гайду за терранов а потому что мы просто отправляемся сейчас на базу к террану и будем смотреть наш второй шаг точнее третий шаг третий шаг за террана а это уникальное открытие в этом видео вы узнаете собственно что это за уникальное открытие зачем она нам что с ним делать вот поэтому расскажу еще какие ключевые навыки вы отточите обязательно играя в этот билд в это открытие собственно даже не билд и много кто наверное мне скажет блин т.д. ты делаешь вот обучение для меня я начинающего но не хватает мне а пм на такой билд зачем так сложно давай что проще на самом деле билд достаточно простой его можно играть с apm до сотни но если у вас apm даже до сотни не дотягивает обязательно посмотрите видео из предложечки как увеличить свой apm ну а мы поехали поехали и собственно собственно открытие первый ксм роллипоинтом едет ставить сапплайку сразу же ставит барак и сразу за ним ставится газ потом еще один газ и это открытие в принципе она называется 111 что значит 111 это значит что мы ставим барак factory и starport то есть все наши типы зданий за террана вот в последовательности по очереди каждого здания по единичке и на бараке массаж делаем реактор как я говорил играем без разведки в принципе вот этим билдом против кого бы вы не играли вы можете не разведывать вы можете играть вот так играть можно это до любой лиги и грубо говоря то есть ну это реально уникальный билд у него есть свои плюсы минусы но в целом он рабочий он рабочий и какие же навыки вы им отточите как раз таки навык просто простого производства то есть ваша задача будет строить рабочих строить базы строить здания и из них производить юнитов и все это делать без остановки после того как барак построился сразу же конечно же орбитальную станцию делаем сразу же factory на первую сотку газа свободного начинаем делать мариков и выходим во вторую базу чуть позже вот сначала пару мариков есть кем защитить ставим вторую вторую можно ставить сверху и выходить ну перелетать и и потом как только доставился factory сразу же делаем одну мину и делаем starport таким образом вы сможете иметь хорошую защиту на вот этом этапе в 250 минус закапываем и наша задача производить все без остановки то есть марики производится без остановки рабочие без остановки соплайки без остановки на factory построилась мина сразу же тех лаба на старпорте будет сейчас посмотрим что тут пока на достроился сразу же танк попали в легкий соплай блок сразу же из торпорта делаем викинга в этом вся суть да то есть нам не брать нуждаются либо делать какую-то пристройку то есть у вас здание достроилась старайтесь не устроить хоть что-нибудь викинг может быть не самым оптимальным юнитом да но здесь на этом этапе вам важно думать не про юнитов а про то чтобы все работало достроилась цеха сразу делаем орбиталку достроилась орбиталка сразу продолжаем производить рабочие достроился вот этот соплайчик сразу поехался делать следующий и собственно в таком вот круговороте вы существуете вы строите танки вы строите еще викинги викингам можно полетать вокруг своей базы но как я напоминаю не разведывайте если соперник вас олынет и убивает побеждает ничего страшного вы научитесь отбиваться важно понимать что вы должны сразу же уже тренироваться и тренировать скиллы которые вам помогут в будущем они убивать просто конкретно вот этого вот примеру серебряного моего соперника до либо платинового вот то есть вот он прибегает так я просто производил он пришел и в принципе мы выжили я полечил свой танк добавил газы и смотрите вторая база почти уже наполнилась что мы делаем сейчас мы идем ставить третью все очень просто как только у вас наполняется вас заставить и следующую вот простая логика и заметь у меня все еще три здания все еще они строят практически без перерывов почему сейчас просто нету ресурсов посмотрите я заказал апгрейды поэтому я упоминаю еще раз не делайте апгрейды вместо вот этих инженерок и апгрейдов заказывайте юнитов просто привыкайте строить юниты 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 без остановки вот здесь просто логическая цепочка какая соперник прибежал к нам юнитами они умерли мои юниты не умерли значит я могу пропустить один раунд юнитов чтобы заказать что-то другое вот а дальше продолжаем строить без остановки то есть танки либераторы у меня здесь в основном чтобы занимать позиции в supply блоки не попадаем рабочих строим и по итогу к восьмой минуте у нас полностью раскаченные три базы стремитесь к этому на этом этапе сейчас пока вы тренируетесь стремитесь к этому чтобы на восьмой минуте у вас затерна было все раскачано достаточно неплохой результат можно лучше можно раскачаться где-то к седьмой затерна если чуть раньше цеху третью стоит там еще какие-то нюансы но в целом восьмая минута это нормально и после восьмой минуты у вас есть решение у вас есть решение здесь пока вы тренируетесь я рекомендую ставить бараки то есть мы доставляем где-то 6 бараков к ним делаем пристройки кстати если у вас все окей вот у вас все будет за в защите все весьма удобно доставляем тех лабы делаем steam щиты на данный момент уже можно турельками обложиться короче ваша цель примерно играть вот на этом этапе 10 минут и на 10 минуте уже выходить в атаку с производством со всех зданий вот так вот роли поинтами у нас все идет вы приходите и десятой минуте в принципе если вас не напрягает соперник у вас должно быть плюс минус 200 лимита практически главное чтобы производство было без остановки если вы строились хорошо то на уровнях до платины вас будет больше и вы будете приходить вот так вот примерно разбираться со своими соперниками вот это супер важно то есть вам не важно смотреть чем он там занимается если он прилетит к вам пятью моталисками то вот эта армия их спокойно убьет да их викинги убьют и так далее вот вот так вот работает вот этот суть именно универсальности билда что нужно работать над своим скиллом нужно вот кстати моталиск вышел подражаться с этим с либератором обязательно обязательно потренируйтесь можете написать как ваш как вам вообще серия в целом в комментике и ну будете пытаться или нет вот такой вот универсальный билд 111 в следующих сериях кстати будет классная история о том как из него делать еще свитчи правильные да и немножко более правильно в него играть поэтому не забывайте поставить лайк и колокольчик чтобы не пропускать спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из 10 шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был дед